В последние годы большая сеть бытовых услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями, заняла свою достойную нишу в перечне предложений. Ателье по ремонту одежды, парикмахерские и спа-салоны, автосервисы и мастерские активно развиваются, совершенствуя комплекс выполняемых задач и материальную базу для их выполнения. Вместе с тем эволюционирует и законодательный блок, регулирующий представленные виды деятельности. Нововведение особенно актуальное сегодня коснется предпринимателей, занятых в оказании бытовых услуг населению. Данная услуга должна находиться в перечне бытовых услуг. Второй момент – данная услуга должна оказываться физическому лицу, то есть населению. Если субъект хозяйствования обслуживает только юридические лица, ему эти сведения в реестр подавать не нужно. Создание реестра бытовых услуг оказалось необходимостью, продиктованной временем. Это своеобразная база данных всех субъектов хозяйствования республики, оказывающих бытовое обслуживание граждан, в которой будет содержаться полная информация на каждую структуру, предоставляющую комплекс услуг. Цель деятельности ресурса заключается в обеспечении единого государственно-систематического учета предприятий и организаций, оказывающих бытовые услуги населению. В список тех, кому в ближайшее время необходимо подать документы, попали хозяева парикмахерских, частных обувных мастерских, салонов по ремонту автомобилей. Порядок регистрации установлен положением о государственном информационном ресурсе, согласно которому основанием для включения сведений в реестр бытовых услуг является заявление предпринимателя. Для того, чтобы подать сведения, субъекту хозяйственно достаточно заполнить заявление установленного образца и подать к нам в Брестский госполком. С формой заявления можно и перечнем бытовых услуг, которые подлежат включению в данный реестр, можно ознакомиться на сайте Брестского госполкома в разделе городского хозяйства, бытовое обслуживание, реестр бытовых услуг. В случае, если предприниматель не зарегистрирует свою деятельность в реестре бытовых услуг до 1 июня 2015 года, работа его организации будет запрещена. Но несмотря на то, что до финальной даты еще далеко, многие субъекты хозяйствования Бреста уже прописались в новой базе, так как считают эту меру необходимой. Они уверены, что это позволит государственным структурам ближе познакомиться с работой частников, чтобы, по их мнению, улучшить диалог между чиновниками и предпринимателями. Реестр позволит больше работать с предприятием, более активно вести диалог, иметь больше информации, возможно, даже в режиме онлайн.